Минувшие выходные в клубе «Очаруки часы» состоялся фольклорный семейный праздник КЗМС или праздник гусиного пера. С наступлением холодов в деревнях начинался забой гуси, ощипывание птицы, заготовка мяса и пуха – работа трудоемкая. Одной хозяйке сзади не справиться, на подмогу ей всегда спешили родственники, подруги и соседи. Древние обычаи на империализированной сцене показали участники ансамбля татарской песни «Лейса». Организаторы мероприятия подготовили для собравшихся развлекательную программу. Подробности в следующем сюжете. Окуносов атмосферу праздника можно было, едва переступив порог городского дома культуры. Многие гости принимали участие в мастер-классе, который проводился в фойе учреждения. Я проводила мастер-класс на праздник «Лейса». Работа называется «Сувенирная подвеска из фетра». Впрочем, символов праздника сегодня было много. На выставке народного творчества, расположенной рядом, городские мастерицы представили свои работы. В основном подделки изображали гусей. Тут же в деревянном ящике гоготали настоящие птицы. А гостей мероприятия развлекали артисты в костюмах ростовых кукол. Праздник гусиного пера проходил в виде виртуального путешествия по городам и странам, которые знамениты различными гусинами фестивалями и праздниками. Участники татарского ансамбля «Лейсян» показали присутствующим старинные обычаи своей родины, где с наступлением холодов обычно начинается забой гусей. Ощипывание птицы, заготовка мяса и пуха – работа трудоемкая. Одной хозяйке за день не справится. На подмогу ей всегда спешили родственники, подруги и соседи. Это хороший повод встретиться вместе, пообщаться, вспомнить древние традиции. Веселым мероприятием были задействованы все участники праздника. Городские коллективы исполняли свои лучшие номера, а зрители наслаждались их творчеством и участвовали в развлекательной программе, состоящей из викторин и конкурсов. Нет, друзья, у нас сомнения, что частушки надо петь. Раз пришли вы на гулять, молча, нечего сидеть. Клуб коренных малочисленных народов серы, в рамках которого существует Ачрашок и Чесе, давно стал очагом культуры для многих лабытнанцев. Отрадно, что сегодня на празднике было много детей, ведь именно на таких мероприятиях подрастающее поколение узнает народные традиции и обычаи. На прощание все участники фольклорного праздника встали в большой хоровод.